Приветствую всех на канале В этом видео хочу показать как буду ставить вот такой можжевельник на укоренение Это у нас китайский можжевельник Стрикто Вот такой вот он колючий И вот так он выглядит в высоту Высота сейчас его приблизительно 3,350 Ему чуть больше 10 лет Формировать его можно по разному Он у нас растет Вот в такой форме Последние 3 года мы его начали стричь Чуть-чуть сильнее Для того чтобы он загущался И сегодня мы немножко его подстригли Для укоренения То есть как можно видеть Есть срезы На данный момент их видно не сильно А дальше уже на следующий год Он полностью зарастает И этого среза вообще не видно То есть например Сдалека в этой части Он смотрится отлично И если посмотреть Вот он был обрезан в прошлом году То есть он зарастает Проплешин не остается И выглядит он отлично И теперь перейдем Непосредственно к укоренению Для укоренения нашего можжевельника Я буду использовать Гетероуксин Вот такой Это у нас Индолил 3 масляная кислота Аминокислоты И витамины А также допамежни речевыми Также будет использоваться Фитоспорин Фитоспорин это у нас Биофунгицид против грибных И бактериальных болезней Им я буду обрабатывать грунт То есть заранее я его Растворил в воде Подождал 3 часа И увлажнил грунт До вот такого вот состояния Если сильно сжать Форму ком держит Но в то же время При нажатии легко рассыпается Субстрат Это у нас Наполовину торф С речным песком Перемешанный Это у нас Субстрат Который имеет питательную среду И в то же время За счет песка Хорошо дренируется И дышит Что на данный момент Нужно для укоренения хвойных То есть Будет вот такой субстрат Я его поместил в ящик То есть взял Самый высокий ящик И вот елочки Наши будут в нем стоять Поставил пакет Внутри ящика И засыпал грунт Внизу продырявил пакет Для того чтобы Субстрат дышал И теперь далее Буду подготавливать Уже черенки к посадке Черенки подготавливать Я буду следующим образом Как можно видеть У нас это идет Однолетний прирост И переходит он В двухлетнюю часть черенка Двухлетнего я Буду стараться оставлять Пару сантиметров И по высоте Чтобы у нас вмещалось В ящик То есть Также будут Некоторые Зеленые Без двухлетней части Древесины Посмотрим Что из этого получится Для того чтобы Посадить наш черенок Вставляем в гетерооксин После чего Нужно оттряхнуть Его излишки Для того чтобы Остался тонкий слой Гетерооксина Все и теперь Можно садить В наш субстрат Вставляем наш субстрат И вот так у нас Наш можжевельник будет стоять Садить я буду Плотненько Один к одному Рядами И под конец Посчитаю уже Сколько их получится Собственно Все они будут Одинаково садиться Вот так Гетерооксин Оттряхнули То есть Можно видеть Тоненький слой Остался на нем И дальше садим В прошлом году Мы уже Пытались укоренять Хвойные У нас результат Получился Так скажем Не очень Нашли на просторах Интернета Одну книжку Белорусскую Резогенез хвойных И там вот показано С испытаниями Как выращивают Хвойные То есть у них указано Что Например Вот такой этот Торф С песком Получались Хорошие результаты То есть Например В прошлом году Были ошибки У нас был Неправильный субстрат А также Неправильная температура В этом году Температуру Мы сделаем ниже Примерно 18-19 градусов И попробуем Укоренять Следующим образом После того Посажу елки Полностью Здесь Натянется У нас Стрейч пленка Для того Чтобы поддерживалась Влага Ну и собственно Когда досажу Уже в конце Посмотрим результат Пока Подготавливал Черенки Заметил Есть например Вот такие части Черенков То есть Можно их Отревать с пяткой И одревесневшую часть То есть Вот здесь он был Такие Я тоже Попробую посадить Ну собственно По тому же принципу Нижнюю часть Зеленых Ответлений Удалю В гетерооксин И дальше В грунт Но вот такие Я уже посажу Отдельно Посадил Все можжевельники В ящик Обработал Водой С полюлизатора Получилось 8 рядов По 8 штук То есть Взрослых 64 Это такие Которые побольше И те Которые Поменьше С пяткой Я отрывал Получилось 2 ряда По 8 штук Еще 16 То есть В этот ящик У меня получилось Вместить 80 штук Теперь Когда я их Уже смочил Накрою Вот такой Пленкой И в некоторых Местах Я ее пробью Чтобы это Все у нас Дышало Итак Подрезюмировать Осталось Грунт У нас Песок с торфом Температура Будет 18 градусов Черенки Опудривались Гетерооксине И грунт Обрабатывался Фитоспорином На этом В принципе Все Теперь Через 3-4 месяца Уже Позже Увидим результат Вот например У меня еще Есть елки Которые я посадил Сразу в стаканчике Здесь корней Еще не видно Но сами Елочки Стоят зеленые Это я посадил В начале декабря То есть Сейчас уже Прошло 2 месяца Вот Как можно видеть Корней еще нет Но они Стоят зелененькие Красивые Даже как будто Есть небольшой Прирост То есть Подождать Месяца 3-4 Дальше Будет видно Та которая Стоит стрикто Вся зеленая Вот она Мягенькая То есть Видно что Она не засохла И дальше Уже идет Другой вид Но как можно Видеть Здесь непонятно Вершок Как будто Подсох Немножко Ниже Она мягкая Например Вот эти Три штучки Мягкие Красивые И вот Одну я пробовал Пару недель назад Вытаскивал Смотрел Есть там корни Или нет Ну вот Она хуже всего То есть Этот вид Нужно укоренять Под пленкой И сделав Уже Вот такие Выводы Я решил Посадить В ящик И собственно Под пленку Думаю Результат Будет лучше Друзья Всем кому Понравилось Ставьте лайки Пишите ваши Комментарии Как вы укореняете Очень интересно Почитать Потому как Ёлки укоренять Трудно Результат У кого есть Пишите Очень будет интересно Услышать Ваше мнение На этом у меня все Всем спасибо И всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok